Добрый день. Название специальное, слегка провокационное. Сложно пройти предложение узнать, в чем отличие между всеми этими гостами, и узнать что-нибудь подробное о госте 2011. Постараюсь сохранить интригу до самого конца. Итак, начнем немного издалека с теории. При работе с геоинформационными системами есть два вида систем-координат. Первый вид — это система координат проекции. Это специальные математические правила, которые определяют переход от трехмерного представления Земли, то есть от глобуса, к двухмерному, переход на плоскость. И здесь есть несколько обязательных параметров, такие как единицы измерения, но понятно, что в нашей ситуации это в основном метры географической системы координат, об этом мы поговорим чуть позже. И самое главное — это проекция. Проекция — это как раз та самая математическая формула, которая позволяет вам 3D развернуть в 2D. Проекций великое множество, они обладают различными свойствами. Ни одна проекция не может сохранить все без искажений, то есть у вас обязательно что-то будет неверно. Либо площади, либо расстояние, либо углы. Причем есть шанс, что будет практически все искажено, может сохраняться какой-то один параметр, в большинстве случаев не более того. Здесь на слайде приведен пример, я думаю, что эта проекция известна всем, кто работает с нашими крупномасштабными топографическими картами. Проекция Гаусса-Крюгера. Она используется при создании карт крупнее, чем 100 тысяч масштаб, и представляет собой поперечную цилиндрическую проекцию, которая разбивает всю Землю на зоны, 6-градусные зоны. У каждой зоны указан свой центральный мердиан. Хорошо, если вы работаете в этой проекции, параметры которой известны, они находятся в открытом доступе, они есть в большинстве ГИС. Но очень часто многие наши проектные организации, госучреждения, коммерческие организации сталкиваются с тем, что при крупномасштабном картографировании необходимо использовать местные системы координат, МСК. И вот тут начинается проблема, потому что параметры МСК очень часто неизвестны. То есть у вас есть обязательное требование, что все картографические материалы, которые вы сдаете, должны быть в МСК, причем откуда взять информацию о том, что это за МСК в вашем регионе, это уже ваше речное дело. Есть несколько вариантов по степени ухудшения, скажем так, как это может решаться. Первое – это поиск в открытых источниках. В принципе, есть некие сайты, порталы, на которых можно попробовать найти параметры, интересующие вас местной системой координат. Чуть позже я покажу один из таких примеров, но здесь надо помнить всегда о том, что ответственности за точность этих параметров, за актуальность и за то, что вообще они вам помогут, никто не несет. То есть вполне возможно, что описание МСК 61, МСК 61, 2-я зона – это официальные параметры, которые просто случайно оказались в интернете. Вам повезло, вы будете работать с ними. Может оказаться, что вы их используете и получите некорректный результат. Это на свой страх и риск. Второй случай, который для некоторых регионов, вот мне коллеги рассказывали, что в принципе был момент, когда как-то губернаторы некоторых регионов успели опубликовать официально параметры местных систем координат для своих регионов, но потом как-то, ну не то чтобы было официально сказано, что не стоит это делать, но стало уже не очевидно, а точно ли можно, и они были убраны. Соответственно, для ряда регионов была возможность найти эти параметры, скачать, сохранить, и это точно достоверные данные, которые просто случайно попали в открытый доступ на некий промежуток времени. Ну и последний, самый плохой сценарий, если ничего нету, ничего не получается, а результаты все равно нужно сдавать в МСК, это подбор параметров. Долгий итеративный процесс, который в итоге все-таки может помочь решить вашу задачу. Итак, давайте я покажу, как это можно делать в Аргиз, причем мы будем рассматривать все-таки с вами первый, самый позитивный сценарий, когда данные у нас есть. Значит, у меня есть контуры земельных участков, которые я получила от подрядчика, но дело в том, что, к сожалению, информации о пространственной привязке нет. Опять же, могут быть разные ситуации. Это может быть из shape-файла импортировано и забыли скопировать файл PRG, в котором содержится данная пространственная привязка. Может, просто создавали, импортировали из каких-то других программных продуктов. Здесь, опять же, я рассматриваю некий хороший случай, когда у меня в метаданных, в описании элемента указано то, что это MSK61, зона 2. Просто параметры мне никто не сказал, и внутрь shape-файла или класса объектов базы геоданных эти данные никто не зашил. В том случае, если я могу найти эти параметры, то проблему можно решить. Итак, есть сайт, на котором опубликованы для многих регионов интересующие меня параметры. Например, MSK61, зона 2. Представлены не все вот в таком виде, причем на этом же сайте также есть и своего рода легенда, расшифровка, как читать эту строку, что это значит. Значит, все на самом деле достаточно просто. Сначала идет название системы координат. Цифра 8 означает, что тип проекции – это известная нам всем Гаусса-Крюгера. Следующая цифра – это регион Пулкова 42. И дальше, например, это, очевидно, центральный меридиан для зоны, отклонение на восток и смещение на север. То есть, в принципе, все параметры, которые вручную в Argus довольно просто задаются. Теперь давайте я попробую добавить всю эту информацию в Argus. Я немножко сверну окно, чтобы я могла видеть цифры, которые я буду вводить, и одновременно работать с ArcMap. Открою свойства фрейма данных и укажу то, что я хочу создать новую систему координат проекции. И здесь я могу ввести все необходимые параметры. Она будет называться MSK61, зона 1. Основана на проекции Гаусса-Крюгера. Единица измерения – метр. Географическая система координат, которая лежит в основе всего, это, конечно же, Пулкова. Вся эта информация берется вот из этой строки. То есть не то, чтобы я это знаю наизусть, я просто нашла строчку и ввожу все эти данные в Argus. И указываю еще дополнительно смещение. Чтобы это не перепечатывать, давайте центральный мердиан копируем, ввожу. Восточное смещение. И смещение на север. И сохраняю. Давайте я добавлю ее в избранное. И теперь с помощью инструмента проецировать. Сейчас давайте я его проще вручную найти. Он находится в блоке управления данными, проекции преобразования. Определить проекцию. Результаты, к сожалению. Можно свойства поменять, да. Надо было свойства поменять просто. Так, хорошо. Сейчас перезапущу быстро. И за это время вернусь ненадолго к презентации. Давайте пока вернусь к презентации. Я начинала с того, что сказала о том, что в Argus есть два варианта системы координат. Система координат проекции. И второй вариант – это географическая система координат. Здесь мы уже не говорим о переходе на плоскость. То есть мы говорим именно о размещении объектов на трехмерной поверхности. Но здесь тоже все не совсем однозначно. То есть не то, чтобы у нас существует глобус и никаких вариантов. При определении географической системы координат также есть несколько обязательных параметров. Единицы измерения, опять же, здесь все просто, градусы. А вот дальше уже начинаются нюансы. Начальный меридиан. То есть в случае общемировых систем координат, понятно, что это Гринвич в большинстве случаев. Но если у вас есть система координат, которая используется, например, в Австралии, и для них нет смысла работать всегда именно с Гринвичем, при том, что это практически на 180 градусов от них отстоит. Они могут использовать свою собственную географическую систему координат с начальным меридианом, проходящим посередине этой страны. И, кроме того, сфероид и датум. Чуточку подробнее об этих двух параметрах. Сфероид или эллипсоид — это особая фигура вращения, которая определяет форму Земли в неком приближенном представлении. То есть форма Земли, она сложная. Ее геометрически описать, возможно, конечно, но при вычислениях это использовать нет смысла. И поэтому используют разные степени аппроксимации. То есть некие фигуры вращения, такие как эллипс, у которых простые параметры, легко формализуемые, которые максимально близко повторяют контуры Земли. Эллипсоидов существует немалое количество. Они могут быть либо общеземными, то есть те, которые стараются максимально точно передать форму всей Земли, либо референс эллипсоиды, которые, во-первых, у них центр этого эллипсоида находится не точно в центре масс Земли. И, кроме того, эллипсоиды, которые позволяют вам оптимально работать с какими-то конкретными территориями. В том случае, если вы работаете не совсем земным шаром, а с интересующим вас регионом, вам понадобится такое понятие, как датум. Это специальный набор параметров, который позволяет вам ваш эллипсоид взять и немного сместить. Например, на постсоветском пространстве максимально распространен эллипсоид Красовского. То есть большинство наших систем координат официальных используют именно его. И для того, чтобы этот эллипсоид мог использоваться не только для создания мировых карт, но также и, например, для картографирования Костромской области, необходимо, чтобы искажения в районе Костромской области были минимальны. Какие искажения будут в Чикаго, вообще неважно. То есть площадь может быть в 10 раз больше, не страшно. Главное, чтобы в Костромской области все было корректно. Набор параметров достаточно простой. Это смещение центра координат, поворот осей и масштабный коэффициент. И дальше возникает вопрос, откуда взять эти цифры. Вот здесь мы переходим к тем самым ГОСТам, о которых было заявлено в названии. Потому что так как это важные параметры, они зафиксированы на государственном уровне. Есть географические системы координат, которые чаще всего используются при создании карт России. Это VGS-84, которая просто международная, то есть в частности она лежит в основе системы GPS. ПЗ-90 — это официально принятый параметр Земли, то, что лежит в основе ГЛОНАСС. И это своего рода такой наш ответ VGS-84. И дальше это два примера глобальных датумов. То есть это системы координат, рассчитанные на работу со всем земным шаром. Для работы с территориями постсоветского пространства удобнее использовать локальные датумы. И это, опять же, многим известная система координат 42-95 года. И пока еще не всем известная ГСК-2011. От ней чуть позже. Давайте сейчас покажу, как все это будет работать. У меня есть участки, для которых я уже указала то, что это MSK-61 года, основанная на Пулкову-42. И базовая карта, которая тянется из Аргис Онлайн, она веб-меркатора и в основе VGS-84. Различная система координат. Давайте я приближусь к какому-либо району. И мы видим, что границы участков явно не совпадают. То есть вот эта граница, скорее всего, должна находиться где-то здесь. Это достаточно хорошо видно. Разлет больше, чем на 100 метров. С чем это связано? Если мы откроем свойства фрейма, мы увидим то, что здесь используется у всего фрейма, у всей карты. Система координат такая же, которую мы с вами только что создавали. MSK-61, зона 2. Но при этом у слоя базовых карт VGS-84 лежит в основе. Для того, чтобы корректно перейти от Пулкова-42 к VGS-84, необходимо использовать соответствующее преобразование. В ARGIS есть набор предустановленных вариантов перехода, так называемая трансформация. В целом для решения каких-то задач вам этого может быть достаточно. Но для многих организаций необходимо, чтобы они могли с точной уверенностью сказать, что их преобразование соответствует последнему официальному документу ГОСТа 2008 года, по которому сейчас составляются все карты. ГОСТ находится в свободном доступе, то есть это файл PDF, его можно скачать. И здесь, давайте я сейчас покажу, страница, по-моему, 18 была. Те самые параметры, о которых я говорил. То есть они приведены для всех стандартных систем координат, которые у нас используются. Переход от PZ-90 к VGS-84, SK-42, 95, все цифры здесь есть. То есть при желании это можно создать вручную. Для того, чтобы вам не тратить на это время, мы уже это сделали. Соответствующий архив с файлами находится на нашем сайте. Называется «Параметр перехода между проекциями для российских систем координат». Здесь обычный архив. Давайте я его открою. И кроме необходимых данных, здесь также находится файл readme, в котором подробно описано, что это и куда это нужно положить, чтобы это было добавлено в аркмэп. Для Windows XP, для Windows 7 или 8 вам нужно скопировать все содержимое архива в соответствующую папку. Давайте я сейчас это сделаю. У меня распаковано содержимое архива. Копирую все. И вставляю в папку, которая указана в файле readme. И теперь в аркмэп я снова нажимаю на кнопку преобразования. И, как вы видите, список сразу резко увеличился. Все преобразования, которые нужны для работы с местными системами координат, указано то, что они пользовательские, слово настраиваемые. И здесь все нужные переходы. От полкового 42 к VGS 84 по ГОСТу 2008 года, по ГОСТу 2001. Кроссовский 40, VGS 84 и так далее. Все, что вам может понадобиться. Я указываю то, что меня интересует последний ГОСТ 2008 года. И нажимаю применить. И в итоге у меня на лету уже трансформируется изображение. Теперь, как вы видите, вот здесь я измеряла, у меня было 100 метров от лет. Точность трансформирования соответствует заявленной точности в ГОСТе. Все корректно. Можно использовать при перепроецировании, при работе с инструментом, проецировать данные, либо вот так вот трансформировать на лету. И, как я обещала, интрига сохранена до последнего. Что касается ГОСТа 2011 года. На данный момент официально опубликованных параметров нет. То есть есть некие документы, которые ходят где-то в интернете, есть презентации, где можно найти необходимые цифры. То есть, в принципе, все это можно создать в ARGIS. И можно начать работать. Но гарантии того, что это те самые параметры, которые установлены на государственном уровне, пока нет. Как только выйдет официальное постановление, официальный ГОСТ, в котором будут четко прописаны все необходимые значения, мы обязательно обновим наш архив, и там будут все новые данные.